За 10 дней января текущего года на территории Западно-Казахстанской области произошло 11 ДТП, в результате которых погибло 12 человек. Еще 21 получил травмы. Об этом на брифинге сообщил начальник департамента полиции региона Арману Розалиев. По его словам, такое количество аварий со смертельным исходом произошло впервые за последние 20 лет. О том, что послужило причиной гибели людей на дорогах, расскажет наш корреспондент. За 10 дней на территории Западно-Казахстанской области произошло 11 ДТП, в результате которых погибли 12 человек. Первой погибшей в этом году стала 17-летняя студентка, которая каталась на привязанном к автомобилю капоте. Вторая авария произошла 6 января в Уральске на объездном шоссе. Там произошло столкновение трех машин, в результате которого скончался один человек. Уже на следующий день, 7 января, на трассе Уральск-Отрав, вблизи посёлка Янайкино, произошло лобовое столкновение за выездом на встречную полосу. Число погибших – три человека. Спустя три часа на этой же трассе разбился мужчина, который также выехал на Амгон. Ещё одна трагедия, в которой погибли пять человек, произошла 9 января на трассе Жангала-Чапаева. Четверо из них из одной семьи. Полуторагодовалый ребёнок выжил, но находится в реанимации. Также было установлено, что водитель автомашин Hyundai Santa Fe не установил на свой автомобиль зимние шины. Автомашина, в которой находилась семья, где погибло у нас четыре человека, была праворульной. Однако, при двери зимнего периода мы предупреждали граждан о необходимости установки зимних шин и ответственности, предусмотренной части пятой статьей 590 Кодекса об административных правонарушениях в виде штрафа 18 360 тенге. Ежедневно нами проводятся рейдовые мероприятия, в результате которых мы задерживаем таких нарушителей, которые не поменяли летние шины на зимние. Более того, на первый взгляд, причиной данного ДТП опять же явилось нарушение правил обгона. Более точной причиной установит следствие. Причиной последних ДТП могла стать ненадлежащая организация уборки снега и гололед, которые вовремя не посыпали песко-соляной смесью. За 10 дней текущего года сотрудниками полиции проведено 90 обследований дорог, в результате которых было выдано столько же предприцания о постранении недостатков. Было привлечено 12 должностных лиц, в том числе Казавтожоу, в том числе и ЖКХ, в том числе и есть некоторые Акимы поселков. По фактам неисполнения выданных предписаний в отношении Казавтожоу уже возбуждено одним статьям производства, 4.62 части 3, кодекс одним статьям правонарушения в настоящее время делал первый суд для принятия решения. В настоящее время по областным дорогам за неисполнение предписаний выданных нашим коллегам возбуждаются одним статьям производства в отношении руководителя управления пассажиром транспорта и обстановления дорог в Западной Казахстанской области. Ещё одна причина ДТП – не соблюдение скоростного режима водителями, сказал главный полицейский региона. Он попросил пассажиров такси не садиться в автомобиль с правым рулём. У водителей таких машин ограниченный обзор. Дана Керимбаева, Айбула Джагапара, Александр Грабарев, телеканал ТТК-42.